Вы меня знаете, настрой у меня всегда один. Исрей, непривычно говорить с тобой при таких обстоятельствах. Обычно мы общаемся после твоей победы. Говоришь, настрой все тот же. Какие у тебя эмоции? Хочу рыгнуть. Значит, тот же. Какие эмоции? Я благодарен. О, спасибо, Дэвид. Я благодарен за такую жизнь и такие моменты. Безумно, не так ли? Так же, как в прошлый раз. Та же история. Охренеть, но... Да, я был в порядке, это первое, что я сказал рефери. Я продолжал уклоняться. Был в сознании, но... Дерьмо случается. Хочешь сказать, что ты недоволен остановкой? Да нет. Я говорил со своими тренерами. И я доверяю им. Но я был в сознании и видел, что происходит. Глаза, конечно, чуть закатились, но я был там. На данный момент... Это, наверное, один из твоих лучших боев. Зная, что ты одерживал победу, тебе не сложнее осознавать поражение? Нет, серьезно. Говорю же, я благодарен и горд. Моя команда горда мной. При всем уважении и насрать на это поражение. И на всех вообще. Главная команда. Как думаешь, в реванше тебе будет сложнее? Нет. Я знаю, на что я способен. Он отбил мне малоперцовый нерв. Поэтому я не мог нормально двигаться. Даже когда я просто пытался сделать шаг, я ощущал, будто хожу по канату. И я растерялся, что мне не свойственно. Мое ему почтение за то, что бил в это место. Это дорого мне обошлось. Простите. Ты сказал, что чувствовал себя нормально. Думаешь, рефери слишком рано остановил поединок? Твою мать. Мое эго говорит, дайте уйти на щите. Но я не думаю, что он бы вырубил меня, ведь я не потерялся. Я помню. Хреновые остановки. Мать вашу, верните Стива Мацагати. Будь там Стив Мацагати, я бы выстоял, и кто знает. Пирейра, конечно же, победил в раунде, но я остался бы чемпионом. У тебя с Камару похожая ситуация. Вы побеждали и в решающем раунде проиграли. Что произошло? Нога. Случилась моя нога. Он отбивал мне икры. И это окупилось. И последний вопрос. Как думаешь, когда ты получишь реванш с Пирейрой? Я об этом не думаю. Хочу восстановить водный баланс и остальные процедуры. Изи, я тут, справа от тебя. Не было ощущения, что бой проходил гораздо легче, чем ожидалось. В первых четырех раундах, наверное, нельзя представить лучшего результата. Было ли тебе легче, чем ты ожидал? В целом, да. Я думал, что положу его в четвертом. Может, даже в третьем раунде. Но он крепкий и быстро восстанавливается. В пятом раунде я понимал, что он бросит все силы, ведь был в нокдауне. Опять такая же херня, как раньше. Хорошая история для него, но ничего не кончится. Война продолжается. Насколько ты был близок к тому, чтобы отправить Пирейру в нокаут в конце первого раунда? Дали бы мне... Три-четыре секунды, все было бы кончено. Потому что Хук прилетел не туда, куда я хотел. Но ты же понимаешь, что это разговоры. Фигня. Если бы, да кабы. Все это не важно. Он чемпион, мои поздравления. Он сделал это снова. Спасибо тебе, Изи. Без проблем. Спасибо, ребята. Простите, что не могу задержаться, но меня ждет одно дерьмо. Спасибо. На этом все, друзья. Выпуск переведен и озвучен командой Труджим. Поддержите видео лайком и комментарием. Для нас это важно. Всем добра и удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok